365 дней побед и масштабного строительства. Мы продолжаем цикл сюжетов «Итоги года. От». Чем запомнился 2012-й моему коллеге Глебу Парфенцеву? Позади 2012-й с его победами, поражениями, триумфами и переживаниями. Я хочу вспомнить самые яркие спортивные события ушедшего года. Знаковое событие. Победа Курского баскетбольного клуба «Динамо» в Еврокубке. После разгромного поражения в первой финальной встрече в Турции многие критики прочли российскому клубу лишь серебро. Вместе с руководством команды мы в преддверии матча встречали главный трофей на Курской земле. Честь на транспортные покровы с Еврокубка досталась в Курске мне. И сегодня, до завтрашнего матча, я скрываю его обратно от глаз зрителей. Прикоснулся и не сглазил. Великолепная игра Курской команды дала возможность не только вырвать победу в этом напряженном противостоянии, но и вписать свое имя в историю почетного европейского турнира. Нам надо было бежать. Это говорили и там. И Турция боялась, что если мы будем играть быстрое нападение, поэтому надо было просто найти в себе силы и бежать-бежать, что мы пытались сделать, потому что они немного не могут выдержать этот темп. Поэтому мы старались вот их на этом сломать. Наша команда стала первым триумфатором из провинции. До этого победителями турнира были исключительно клубы из Москвы, Московской области и Петербурга. Глава региона дал в тот день обещания болельщикам и клубу. В Курске сегодня Кубок Европы. Я думаю, что это и все дело. Мы будем делать все для того, чтобы у команды была хорошая база, чтобы она не знала серьезных проблем и Евролиги, в которой придется играть, принимала гостей уже в другом зале. А в конце апреля я побывал в Сочи на первом всероссийском форуме спортивных журналистов. Там мы узнали, как идет подготовка к 22-м зимним Олимпийским играм и даже успели проконтролировать строительство спортивных объектов. Правда, не в самую солнечную погоду. Нельзя сказать, что завеса тайны скрыла от нас Олимпийские объекты, но туман, который повесен от Сочи, к сожалению, не дает увидеть весь масштаб этой стройки. Олимпийская тема особенно актуальна в Олимпийский год. Главные соревнования четырехлетия в июле-августе 2012-го прогремели в Лондоне. Мне там оказаться не удалось, а посмотреть было на что. В Туманном Альбионе наша спортсменка в буквальном смысле дралась за награды с оружием в руках. Инна Дереглазова вместе с командой пробилась к медалям и привезла домой серебро и планы на будущее. Финал действительно был сложный. Очень жаль, что мы проиграли с таким большим счетом, что не сложилось, не получилось. Ну ничего, видимо, следующая Олимпиада нужна для того, чтобы выиграть золотую медаль. Отдельно стоит сказать о спортивном строительстве, которое идет у нас в регионе. На улице Энгельса в сентябре открылся спортивно-концертный комплекс. Его готовность проверяли лично заместитель министра спорта Российской Федерации Павел Новиков и губернатор Курской области Александр Михайлов. Комплекс прекрасный, комплекс функциональный. Комплекс, который будет работать сегодня и на спорт, как большой спорт, спорт, как мы говорим, высших достижений Курской губернии, так и на спорт высших достижений страны. Вот и в том числе он будет работать сегодня на население Курской губернии, потому что это прекрасный концертный комплекс. И я вот здесь от имени министра хотел сказать большое спасибо Александру Николаевичу, потому что если бы не он, его поддержка, мы откровенно говоря, не верили, что такой комплекс можно было бы построить в такие сжатые сроки. Новый дом для курского баскетбола, тяжелоатлетов, боксеров и не только. Оказался не единственной амбициозной стройкой, которую завершили в 2012 году. В конце декабря администрация Курской области сделала атлетам еще один подарок. На этот раз фехтовальный центр. Нам хотелось, чтобы у тренера, у спортсмена были хорошие условия для занятий спортом, причем на самом высоком профессиональном уровне. Вот, это раз. И второе, чтобы побольше нашей молодежи могло заниматься этим видом спорта. Этот объект уникален не только для Курской области, но и в масштабах России. Аналогичными сооружениями могут похвастаться лишь в Москве и Казани. Что ж, каждому по заслугам. Это, конечно, далеко не все спортивные события, о которых стоило бы вспомнить, подводя итоги. Для курских спортсменов 2012 год стал урожайным на медали. 235 наград различного уровня. Из них 76 высшие пробы. Будем болеть за наших и, надеюсь, 2013-й станет не менее щедрым для курских атлетов. Глеб Арфенцев, Максим Леонов, Алексей Еременко, Телеканал СЕИМ.